И груши даже! Обалдеть! Именно так с небольшими, но душевными презентами из своего сада местные жители встречают любимого продавца. Уже много лет раз в неделю автомагазин «Белка» об Союза приезжает к ним в деревню Моньковичи. Все самое необходимое в наличии. Хлеба дайте половинку. Местные жители признаются, им и не нужен стационарный магазин. Кто в него будет ходить? Ведь деревня очень большая, а жителей всего 38 человек. Все пожилые, им уже тяжело преодолевать дальнее расстояние из одного конца населенного пункта в другой. Кооператоры пошли людям навстречу, организовали целых 4 остановки автомагазина. К тому же пустили по маршруту новую машину отечественного производства. Такую весной в Костюковичах демонстрировали президенту. Ее уж точно не назовешь автолавкой. Полноценный магазин на колесах. Учтены все пожелания как продавцов, так и покупателей. Вместимость очень большая. Заморозки мы можем большой ассортимент взять. Вот. Потом у нас холодильная установка очень большая, двухдверчатая. По ту сторону автолавки расширенная витрина. Выбор товаров как на ладони. Выкладки намного больше. Поэтому намного интереснее стало. Больше видим мы. Всегда мы глазами все покупаем. Намного лучше. Стала вот новая машина на это вообще просто прелесть. Новейшую модификацию автомагазинов уже оценили и в других регионах страны. В этом году кооператоры планируют закупить больше сотни таких машин. Обновление автопарка было одно из поручений главы государства. Белков Союз мобилизовался после февраля, когда подвергся жесткой критике от Александра Лукашенко. Дорогие мои, я знаю, что такое Белков Союз. Я знаю, что такое наше потребительское общество. Я их наблюдал с советских времен до сегодняшнего времени. У вас полный бардак в организациях. И если только вы порядок наведете, вы не будете уступать никаким частникам ни государственной торговли. Тогда по результатам собрания президент поручил правительству выработать общереспубликанскую концепцию обслуживания сельского населения. Необходимо заинтересовать всех субъектов хозяйствования, создать стимулирующие условия. На сегодня документ уже разработан и утвержден. Особая роль в нем у Белков Союза. Это подспорье в решении проблемных вопросов. Деревня Соничий на самом краю запада Беларуси. В треугольнике приграничия. Справа Польша, слева Литва до Гродно 30 километров. В деревне всего 57 жителей. Но магазин никогда не пустует. Места туристические – район Августовского канала. В торговый объект постоянно заглядывают иностранцы. А для местных жителей это и вовсе место притяжения. Продавец у нас хороший. Так рады мы. Хорошо, что есть. На ассортимент покупателей не жалуются. Хватает всего. Практически все товары белорусского производства. Много собственной продукции. А если у людей есть особые запросы, потребка операция привезет под заказ. Достаточно озвучить свои пожелания продавцу Люцини Милютис. Она работает здесь уже 30 лет. Всех знает в лицо. Привоза товара мы заказываем каждую неделю. Колбасные изделия тоже полуфабрикаты я получаю тоже раз в неделю. Ну там уже в зависимости от продаж. У таких удаленных от городов сельских магазинов есть общая проблема. Для поставщиков экономически невыгодно ввести сюда продукцию. Конечно, без товаров сельские жители не остаются. Белка Абсоюз подставляет плечо логистики. Мы получаем товары на склад филиала и доставляем сюда, чтобы люди были довольны. Проработка новых вариантов логистической инфраструктуры – задача для кооператоров. Они должны видеть источник компенсации транспортных расходов. Потому все вопросы, начиная от материально-технической базы, товародвижения и конечной цены качественного товара, легли в основу концепции. И не только. В концепции предусмотрен ряд вопросов. Это и вопросы экономики, это вопросы стимулирования субъектов хозяйствования, это вопросы ценообразования. Не только торговля, но и медицинское обеспечение населения в приоритете для села. По поручению главы государства в стране проводят ремонт фельдшерско-акушерских пунктов. В Лицском районе к вопросу подошли масштабно. 16 ФАПов получили новое дыхание. Мы сейчас находимся в деревне Малейков, Чизна, и этот ФАП просто не узнать. Здесь раньше был обычный деревенский дом с печным отоплением, провели его капитальный ремонт. И эту зиму медики и пациенты встретят уже с электрообогревом. Теперь печи внутри здания остались как элемент декора, зато все остальное новенькое до последнего стула. Полученный электрокардиограф новый, тонометр для измерения внутреннего давления, пульсоксиметр, измеритель уровня глюкозы в крови, ну и медицинская мебель полностью обновлена. Важный момент – компьютеризация ФАПа. Фельдшер через систему может записать пациентов в город к узким специалистам без очередей и бронирования талонов. Жалобы ваши? Допление поднимается. Местные жители идут на прием к фельдшеру, как на праздник. Тереса Кондратович всю жизнь проработала зоотехником, а потом и заведующей фермой. На пенсии здоровье уже не идеальное. К медикам приходится обращаться. Говорят, теперь здесь и стены лечат. Страшный домик был. Полы дюралые, стены были, знаете, печка, она только-то белая. Зачем? Очень холодно. Ну а теперь, теперь любота присти в ФАП. Даже когда прыгаешь, а врач такая хорошая. Да, не только стены, но и люди, которые в них работают, важны для сельских жителей. В соседнем агрогородке Далекия молодой специалист Анастасия Ганевич спешит на работу. Это ее второй рабочий день в должности заведующей ФАПом. Предыдущая ушла в декрет, и агрогородок несколько месяцев ожидал специалиста из медицинского колледжа. Помощь оказывал приезжий фельдшер. Похожая ситуация складывалась еще в двух населенных пунктах Лидского района. Теперь штат укомплектован, а молодых специалистов намерены удержать зарплатой и жильем. Все же медик в деревне навес золото, а тем более мотивированный. Мне с детства, знаете, нравилось помогать людям, следить за своим же здоровьем. И, может быть, что-нибудь в будущем смогу для людей лучше сделать. Однако не все вопросы с обслуживанием в агрогородке Талекия решены. Населенный пункт немаленький, около 400 жителей, а парикмахерской и прочих бытовых услуг нет. Например, чтобы поставить набойку на обувь, надо либо обращаться в Лидский комбинат бытового обслуживания по телефону и ждать, когда нужные специалисты по заявке приедут в агрогородок, либо самостоятельно ехать в город. Как привлечь юрлица на село? Это тот случай, когда необходима поддержка государства. По указу президента разработан целый перечень преференций. По ним уже работают больше тысячи субъектов хозяйствования. Новая республиканская концепция обслуживания сельского населения сделает условия еще привлекательнее. Основы этой концепции направлены на то, чтобы усилить и улучшить работу субъектов хозяйствования, обслуживающих сельское население и улучшить инфраструктуру сельского населения. Неизменно белорусский курс развивать агрогородки, обеспечивать ассортимент в магазинах, строительство детских площадок дорог, работу ФАПов. Одним словом, сельчане должны чувствовать себя не хуже, чем городские жители. А может и лучше. В стране создаются проекты деревень будущего, упрощается процесс строительства индивидуального жилья, принимаются новые нормативные акты. Ведь именно с села начинается наша продовольственная безопасность. Это наши традиции. Это наши корни. Галина Буро, Александр Бойцов и Анатолий Бояринцев. Неделя СТВ.